Субтитры делал DimaTorzok Ну и все завертелось, как вы понимаете. Сегодня же продолжим проходить дальше. Поехали! Моей дочери у меня нет, Том. Я на все готов ради этой девочки. Я тоже. И все мы. Точно, босс. Все ради Луиджи и Сары. Я не понял, им здесь страны Лунопарк или что? Да я их голыми руками разорву. Мы даем людям защиту. Но кто станет нам платить, если узнает, что мы даже наших близких не можем уберечь? Так что нам нужно делать? Научите их уму-разуму. Переломайте им каждую косточку. Сделайте инвалидами. Разукрасти их рожи так, чтобы родная мать не могла взглянуть без крика. И где они торчат? Знакомый коп говорит, что надо бы искать Чен и Тауни. Большой Биф явно знает. Томми, зайди к Винни и подбери что-нибудь. Встретимся у Бифа. Да, сделаю. Бросьте эту шваль посреди улицы. Все должны уяснить, что таким озверевшим скотам нет места в нашем районе. Будет сделано, босс. Кто-то из них еще может быть на нашей территории? Я проверю, убрались ли они с района, а ты встретишься с Бифом. С доброй охотой. Дай тебе. Когда закончишь с Винни, разыщи меня в Чайна Тауни. Понял. Пора разбить пару голов. Давайте послушаем. С этим городом, Фрэнк. Какие-то типы пристают к Саре на улице. Даня от Корлеоне с каждым месяцем сокращается. Морелло забирает все больше, стоит не отвернуться. Когда это закончится? Босс, все под контролем. Все будет под контролем. Когда головы этих мразий будут втоптаны в асфальт. Какой все-таки сегодня Сальери злой, но повод для этого соответствующий. Не помню, чтобы в этой главе был дождь, но выглядит крут. Что это за машина? Это мне? Могу в нее съесть? Эй, ты за стволами, Том? Не, у меня все есть. Мы с Поли собираемся надрать зад местной шпане. Не хочу их валить на своей же улице. Дай что-то, чем можно голову разбить. Сэм тут недавно навестил один склад и... На них типа автограф самого Байбарута. Это бред, конечно, но... Бьют, будь здоров. Шпане твоей будет не сладкой. Это точно. Спасибо, Винни. У него можно пополнить запасы, кстати. Как у меня с оружием вообще? Нельзя проверить. Но, в принципе, нам пока не понадобится. А там уже видно будет. Найдите Поли в Чайна Тауне. А, по-моему, тут мы ехали в оригинале вместе с ним уже. В Чайна Таун. Ну, не слишком большое изменение на самом деле. Жаль, что радио не переведено. Хотя тут множество деталей понятно, но все же. Просто для атмосферы. Хотел нормально повернуть, а тут... Пробка. Настоящая. У меня аж отлагало. На всякий случай я поставил паузу, а то у меня лаг произошел. Вот он где. Чайна Таун тоже атмосферно выглядит. Во второй мафии было что-то похожее, но здесь... Красота. Если б еще не лагало. Бифка, Банюка, как поживаешь? Чудмал, Лу-чин. Ни тянь у нас деньги. Я поставил все деньги. Куколка, рад тебя видеть. Убери ее, Биф. Мы по делу. Давай наверху. Хорошо? Блин, что делать. Ну, так в чем дело? Нужна информация. Тут одни придурки воду мутят. Приставали к дочке Луиджи. Здесь полно шпаны. Есть подробности? Одного харька звать Билли. С ним какой-то наглый болван и громила с лысой башкой. Ага, знаю таких. Они ошиваются на старой автобазе в квартале отсюда. Иногда приторговывают всяким по мелочи. Поэтому мы к тебе и пришли, Биф. Ты знаток в мелочах. За домом перейдите улицу. Там их и найдете. Спасибо. До встречи. Эй, Поли. Насчет тех денег. Спокойно. Мой человек работает над этим. На следующей неделе все будет. Тут журнал вроде бы лежит. Да. Детектив. Даем детектив. Что это было? У тебя с Бифом есть какие-то дела? Мой знакомый должен доставить партию костюмов. Классных, мексиканских. Ты ввозишь костюмы из Мексики? Нет, идиот. Эти костюмы украдены из магазина в центре. А вот портной мексиканец. То есть бывший. Живет он в Холбрухе. А Дон об этом знает? Да, да, он в доле. Только держи рот на замке. Я ничего не слышу. Ты узнаешь эту шпану, когда увидишь? Ага. А если нет, нам просто нужно разыскать в Чайнатауне типов, которые похожи на нас. Мы на месте. Вот, кстати, в оригинале встреча с Бифом была такая глупая просто. Он посреди улицы стоял, такой, здравствуйте. План такой. Я захожу и начинаю всех метелить. Ты делаешь тоже. Никакой пальбы. И долго ты его придумывал. Не, это план на любой случай. Лучше зайти вокруг. Мы, кстати, без машины. Это странновато. И в оригинале поле так же выделывался, а потом отгребал от всех. Тут хотя бы его убить нельзя, по идее. Лучше попки он не видел. Это вообще какая наглость избить и не простить. А Саре так... Не, это, конечно, комплимент и все такое, но Сара моя. Теперь у меня новая любовь. Не Ники, а Сара. Я его прямо в текстуру затоптал. Надеюсь, поле там под контролем все держит. Почему я бежать не могу? Так, там кто-то стреляет. Наверх, говорит? Наверх куда? А, по лестнице. Все так просто. А, я помню эту миссию из трейлера. Вот что это было. Стреляю я, конечно, так себе, но... Главное не умирать. Да ладно, я всех убил одной бочкой. Но эти бочки тоже стоят в таких самых очевидных местах. Где и противников кучка. В оригинале все было не так просто. Так, Супер Саенс. Это хороший журнал, сразу видно. А, кстати, а я могу на вскидку стрелять? Да. Наверное, это было лишним, но... Почему бы и нет? Он обгорел? Ничего себе. Так, только я, наверное, зря перезарядился, да? Да, я идиот. Я забыл, что здесь все так трудно. А где мои патроны от пистолета? Я что, все потратил? А, неважно, они уже... Служебный револьвер. Не-е-е. Верните назад. Только не перезаряжайся, нет. Нет, нет. Вечно привычка у меня с этих казуальных игр. Так, он... Не в состоянии... А я опять нажал кнопку перезарядиться. Да что ж такое. Вот дробовик можно перезаряжать. Все сюда! Все сюда! Мочите эти шоу! О, тут молотов. Нет, значит, не мы. Пока не стреляю! Берем, стоим! Как тебе? Опять они! Он наплевал на мой молотов. Да что же они так двигаются? Тяжело попасть. Главное, машинально не нажимать кнопку перезарядки, когда патроны еще есть. Надеюсь, с ним покончим. Есть у них что-нибудь? Типа автоматов? Нет? Ни дробовиков, ни автоматов. Ладно. Сзади? Кто они сзади? Какой сзади? Они же спереди. Видимо, я стоял по-другому. О, нож, кстати. Но нож это вместо чего? Вместо биты, походу. Там бита была еще. Почему ты убегаешь, урод? А я-то думал спросить, Полли, а какой машине? У нас нет машины. Даже столбы падают? Ну, наверное, заскриптовано. Осторожнее, Том! Дорога петляет! Не парься, я за рулем. Да, я же победитель гонки. У меня скилл прокаченный уже. Скилл вождения. Интересно, они могут скрыться? Будет какая-то сценка? Или просто напишут, что вы провалили задание? Я не хочу это проверять, просто вдруг кто-нибудь так уже проверял? Мне будет интересно узнать. Потому что в оригинале были некоторые такие сценки, где миссия проваливалась, но показывали ее альтернативный конец. По скользкой дороге, конечно, ездить это вообще ужас. Ты видал, чтобы кто-то так же опасался, как они? Ты присмотришь и увидишь, что у них моча прямо из тачки льется. Ты хотел сказать с неба? Хотя да, с машиной тоже что-то есть. Но у нас то же самое, в принципе. Приехали. Тупой баран разбился нахер! Ну, теперь они никуда не денутся! Замочи его, Том. Нет, нет, не надо. Прошу. Я не хочу сдохнуть здесь. Боже, Том, ты что, как можно жалеть такую мразь? Он-то грохнул бы тебя без колебаний. Просто стреляй и не думай. И закончилось. Все равно он уже труп. Боже мой, Том! Очнись уже! Забыл, что они хотели сделать с Сарой? Нет. Просто... Эй! Пойдем отсюда, пока легавым нет. В общем, это была глава под названием Пора привыкать. Надеюсь, что вам нравится это прохождение. Это был Демпси. И ремейк Мафии The City of Lost Heaven. Всем спасибо за просмотр. И пока. Продолжение следует...